Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, какую роль сыграл Израиль в Божьем плане искупления Церкви? Мог ли Бог обойтись без Израиля? Конечно, Бог мог обойтись. У Бога все права, вся власть. Он творец, Он может сконструировать такой подход, такую систему, которая радикально бы отличалась от всего того, что мы видим. Но Он избрал именно такой путь. И в этом пути в Его плане было предназначено, что Он выберет одного человека. Этого человека звали Авраам. Авраам стал отец всего Израиля. Он заключает с этим человеком завет или договор. В соответствии с этим договором Бог обещает и говорит «в семени твоем», то есть через твоего потомка, «я благословлю все народы». И дальше начинается история. Причина, почему Бог избирает Израиль, тоже стратегическая или глобальная. Вот смотрите, когда мы смотрим на общее развитие человечества, то первое человечество достаточно быстро пришло к полному разложению. И Бог вынужден был его уничтожить, потоп. Потом остается семья из восьми человек, Ной с женой и его три сына с женами. И от этой семьи происходит новое потомство. Вернее, новое человечество. И дальше мы видим достаточно быстро один из своего книги «Бытие» «Бавилонская башня», где люди опять восстают против Бога, они противопоставляют себя Богу. И потом, после этого, Бог начинает новый путь. Он из этих всех выбирает один народ. И он мог бы выбрать кого угодно. Кстати, в книге «Второзаконие» так и написано, когда Бог обращается и говорит, «Я тебя выбрал, Израиль, не потому что ты был самый большой, или не потому что ты был самый хороший. Нет, ты самый маленький был, самый незначительный». И, кстати, именно поэтому, когда мы читаем историю Израиля, мы видим описание многих недостатков в истории патриарха, в истории всего народа. Это, кстати, становится часто точкой придирок или критики, когда скептики, они подходят и говорят, ну вот какой же там Иаков был святой или был прародителем Израиля, когда он вот одно делает, другое делает. И в действительности не только об Иакове, а о многих патриархах, о многих представителях Ветхого Завета и Нового Завета написано об их недостатке. И это говорится о том, что Бог избирает этих людей не потому, что они были особо хорошими, а для того, чтобы через них осуществить свой план искупления. И это в этом плане было несколько важных этапов. Первый этап заключался в том, что Бог встречается с этими людьми, которых Он выводит из плена. Это тоже было допущено Богом, чтобы продемонстрировать, что без Божьего вмешательства люди не способны даже свободу обрести. Бог выводит их из Египта и в пустыне встречается с этим народом и заключает с ними еще один завет или еще один договор. Смысл этого договора был в том, что Он говорит, «Я буду вашим Богом, буду вас охранять, благословлять, питать, я приведу вас в обетованную землю, но вы в ответ, со своей стороны, вы исполняете Мои заповеди, вы исполняете закон, десять заповедей известных, и не только десять, там есть еще объяснение этих десяти заповедей, которые мы видим в пяти книжах». Народ соглашается, но еще Моисей не успел спуститься с горы, как они нарушают сразу же самые главные заповеди, когда они требуют от Аарона, чтобы он вылил тельца, они устраивают языческие оргии, пляски там вокруг этого тельца. То есть через это Бог демонстрирует, что даже тогда, когда Бог питает народ манной с небес каждый день, когда Он говорит с ними фактически лицом к лицу, даже тогда люди не способны исполнить с самого маленького. То, что они послушали, говорят, справедливо, исполним, но сразу же нарушают. И вся оставшаяся история израильского народа, она демонстрирует этот факт. Бог долготерпеливо дает им снова шанс, дает им тысячу шансов, но они не могут ими воспользоваться. И после этого Бог говорит через пророка Иеремии, 31 глава, вот заключу с Израилем, с дома Иуда, новый завет. И вот этот новый завет, он уже отличается от Синайского завета. И он говорит, что я-то буду верным, так же, как и я в прошлый раз был верным. А вот отличие этого завета будет в том, что теперь вы не будете меня оставлять, вы не будете отступать от меня по причине того, что есть сердце новое давно. То есть, когда мы говорим о всем этом, все это касается Израиля. Но в Новом завете, в нескольких местах, говорится о том, что Израиль на определенном этапе, опять-таки в соответствии с Божьим планом, он не воспринимает Мессию, которого Бог посылает. Евангелие от Иоанна, 1 глава 12 стих сказано, «Пришел к своим, а свои не приняли его». Дальше говорится, «А тем, которые приняли его, верующим во имя Иисуса Христа, верующим во Иисуса Христа, дал власть быть детьми Божьими». И вот об этом подробно говорит апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе. И он говорит здесь, очень конкретно обращаясь к нам, язычникам, то есть обращенным уже через Иисуса Христа, не связанным как с нашей этнической идентичностью. Он говорит, «Если же некоторые из ветвей отломились, имея в виду Израиль, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Дальше говорит, «Они отломились неверием, ты держишься верою, не гордись, но бойся». И в конце этой главы он говорит 25 стих, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль, тот, который останется тогда, спасется, как написано, придет от Сиона избавить или отвратить нечестие от Израиля. Есть масса других мест, которые об этом говорят. То есть Израиль играл и продолжает играть колоссальную роль в деле искупления, но эта роль, она показывает Христа, она фокусируется на Христе, она никаким образом не может заменить Христа. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Спасибо, друзья, что вы были сегодня с нами. На сегодня все. Храни вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slова.org А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.